Доброе утро! Доброе утро! Сейчас, для начала, и проверим вас на вот эту вот музыкальную прочность. Итак, давайте «Тишина», первая мелодия. Доброе утро! Стоп! Алла Пугачёва. Айсберг. Ну, естественно. Итак, плюс один в нашей копилке. Давайте следуем далее. Доброе утро! Хуторянка. Хуторянка. Есть! Есть! Ебина! Молодец! Хуторянка! Двух нот. Напоследок мелодия, которую я, честно говоря, с первых нот не угадал. Посмотрим, насколько вы подкованы. Давайте, может быть, чуть-чуть всё-таки звук погромче, чтобы мы слышали. Там лёг, лёг, лёг. Но я убью, она пьёт. Есть! Есть! Вот теперь вы действительно доказали, что вы настоящая музыкальная семья. Как вам всем вместе такой большой музыкальной династией живётся в звуках музыки? Ну, наверное, это нас и держит на плаву. Серьёзно? Потому что музыка в наше время, сегодняшнее, это всё. Она её успокаивает, она её даёт заряд энергии, бодрости. Забываешь о всём плохом и стараешься ни о чём дурном не думать. Музыка – это, ну, как говорят в песне, тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт. Как вы прививали вашим детям любовь к музыке? Чего? Я так понимаю, что мне необходимо будет услышать ответ из Леонида. У нас семья, вообще-то, музыкально-военная, через чёрточку. Потому что Леонид у нас офицер военный в пятом поколении. У нас прапрапрадедушка офицером был, прадедушка офицером был, дедушка офицер, папа офицер. И Леонид уже офицер, подполковник. Да, и дети тоже. Вот, и дети, не знаю, дети у нас, наверное, уже… Должны быть, мне кажется. Не знаю, уже тут девочки пошли у нас. Мальчики закончились. Девушкам очень идёт форма, мне кажется. Ну, у нас и девочки тоже есть в форме, так что мы не будем забегать вперёд. Но я всегда… Я играла на скрипке, на фортепиано, бегала на репетиции, пела. Дети всегда были со мной. Мама моя прекрасно пела. И она меня просто завораживала. Когда у нас было застолье, гости, моя мама пела. Прекрасно. И я выросла на Скулянке, где когда-то рядом с нашим домом была старая церквушка, превратили её в Дом культуры. И туда приходил Исидор Моисеевич Бурдин, такой был очень известный композитор, скрипач, и проводил репетиции с тарафом, с оркестра. Мне было 10 лет, и я всё время… Я знала расписание наизусть. И я уже была там раньше, их на 10-15 минут, и ждала их. Я уже знала, вот скрипач прошёл, вот акародионист прошёл, с контрабасом шли за плечом. Мне очень это нравилось, и я всё это слушала. И так случилось, что я потом попала к нему в ученицу. По такому же сценарию происходило всё и у ваших детей? Ну, когда я у меня родился, я был маленький, у него было две игры. Это стучать на барабане, что-то петь, про себя. И дирижировать палочкой? Да. И рулить. Вот это две любимые игрушки его. Он любил, очень любил рулить. Куда бы мы ни пошли, он впереди нас идёт, палочку нашёл и рулит. И поёт. Едет и поёт. Или же кастрюли, раньше не было таких игрушек, две ложки и вперёд. И барабанит, что-то напевает и барабанит. Вот я поняла, что его призвание быть музыкантом. И не ошиблась. Музыка вас с Александрой связала. Да. То есть именно музыка. То есть музыка была первостепенна. Да. Как вы познакомились? Как уже вы дали следующий виток поколения Вознюк? Познакомились в оркестре. Александра пришла к нам в оркестр. Мы её послушали. Увидели, что хороший музыкант. А вы ещё и посмотрели. Да. Он тогда был холостой. И взяли их на работу. Со временем. Через разные репетиции, концерты. Это так называется, да? Нет. Но это всё серьёзно было. У музыкантов. Вы сказали через какое-то время. Сколько времени необходимо было вам, для того, чтобы понять, что вы хотите создать семью, что вы хотите... Что Александр хочет детей именно от вас. Это очень важно. Когда женщина смотрит и понимает, что да, я хочу, чтобы именно этот мужчина был отцом моих детей. Но мы в течение года встречались. Встречались. Леонида, я такое слово поставила. Да? То есть это были временные рамки. Во-первых, Леонида я сюда перетянула по просьбе и по приглашению Министерства обороны Республики Молдова. Мой сын учился в Москве, в Суворовском музыкальном училище военных дирижёров. Раз. Потом он закончил консерваторию имени Чайковского военных дирижёров в Москве. Естественно, он там служил в России. И в то время был министр обороны Гайчук. И он нас вызвал, попросил. Я знаю, что ваш сын закончил. Не хотите ли вы его перевезти? Ну, в общем-то, мы поговорили. Он был ещё холостым в то время. И я его всё-таки уговорила. Но я, честно говоря, не хотел. Он не хотел, но я его уговорила. И пошла на некоторые такие уловки. И мы перевели моего сына сюда, в Молдову. Я надеюсь, что всё-таки специалистов Молдовы оценят. И как-то... То есть этот бриллиант оказался в наших руках. Да, в наших руках. Но чтобы не заставили меня об этом пожалеть. Вот что. Сейчас время такое, что... В другой раз я уже забываюсь. Ваш взгляд, вот на чем вам этого взгляда, уважаемые телезрители, не видеть. Честное слово. Я искренний человек. Я говорю то, что говорю. Он специалист большой буквы. У нас в Молдове ни у кого такого образования нет. Он попал в Москве в хорошие руки. Он специалист. Он расписывает партии. Он сочиняет музыку. Он пишет. Но, естественно, есть проблемы. Как и везде. Давайте сегодня. Не будем. Не будем. Как вы расписываете семейные партии у вас дома? Семейные партии. Начальник штаба. Лучше, да. У нас дома мы слушаем музыку, но стараемся. Нам ее вполне хватает на работу. На работу. Мы там, представляете, оркестр играет целый день. И слышишь вот это громко. А, вот так, да. Слышишь. Вот все это на очень громко. Оркестр. И, естественно, приходишь домой и хочется что-то вот спокойно. Вот и что вы делаете? Вот кто, если убрать все инструменты, да, если убрать все партитуры, если убрать все ноты, выключить вообще звук дома, вот кто за что отвечает? Кто готовит, кто отдыхает? Кому принадлежит пульт от телевизора? Это тоже, кстати, очень важный вопрос. В современном мире. Детям, да? Телевизор, да, у нас детям принадлежит. Но мы с Леонидом все вместе делаем. Мы вместе любим. Мы готовим с детьми гулять. В общем, я благодарна, наверное, судьбе, что я вот встретила Леонида. И я вот, знаете, вот когда есть мама у человека, он счастлив. А когда есть две мамы, и вот, наверное, с двойной. Я счастлива, что вот у меня еще вот приобрела такую семью. Регину, музыка это будет главный фактор при выборе молодого человека, или она же, может быть, есть? У меня всегда была... Простите, простите. Почему-то, несмотря на то, что у нас такая музыкальная семья, я никогда не стремилась выйти замуж за музыканта. И никогда не хотела, чтобы в моей семье еще был человек моей же профессии, еще, не дай бог, моего же характера. Это была бы война ежедневная. Как у вас? Как эти традиции, которые семья так бережет, которые ваша мама так чтит, мне кажется, в первую очередь, как они передаются дальше? Чему вы учитесь своих детей главному? Вот это, наверное, очень важный вопрос. Наверное, у нас с детства, вы спрашивали, как музыка вошла в нашу жизнь. С детства у нас устраивались такие импровизированные концерты, когда собирались гости. То есть мы уже не представляли, как возможно провести время без каких-то там песен, без исполнения каких-то маленьких произведений на фортепиано или на других инструментах, или станцевать. Это как-то у нас нормальное явление во всех праздниках. На пианино. Ну да. Я даже больше зарабатывал. Я играла на скрики. Чем бутылки сдавал. Мы все в складчины. Я играла на скрики. Регина на фортепиано, Леня на аккордеоне. А я возвращусь назад. В первый класс музыкальной школы он пошел у нас здесь, в Кишиневе. Значит, я первая выпускница. Какой я на память пошел? Школы номер пять. Вот это Мария Бешуси. Нет, она сейчас называется Евгения Дон. Вот рядом с филармонией. Я была первой выпускницей. Я играла на скрипке. Леня тоже учился в этой школе. Играл на аккордеоне. Я помню, когда мы решили его отправить в Москву учиться, он был аккордеонистом, а там это был последний год, когда развалился Советский Союз. И уже из других республик не принимали. Леня сыграл на аккордеоне. Он закончил школу с красным дипломом. И, в принципе, там сольфеджи очень хорошо сдал, гармония, все нормально. Но его не приняли. Сказали, мы вас не берем, потому что вы не духовик. Мы принимаем только духовиков. Боже мой, ребенок настолько расстроился, что потерял дорогу, он ушел по клумбе вперед. Да, ничего не видно. Со слезами на глазах его не приняли. Ничего такого. И потом мы решили. Мама лучше знает, Леонид. И потом, значит, спасибо от замполит. Там был такой хороший Гришко Виктор, который заметил нас и предложил. Говорит, а давайте ее оставляйте на вашего мальчика. Я его пристрою, и он за год переучится с аккордеона на духовой инструмент. Я забыла сказать, что Леня еще был воспитанником оркестра Академии имени Жуковского, где учился Юрий Алексеевич Гагарин. И он там был целый год воспитанником. Но я не с ним. Переучивался с аккордеона на класс Погота. И вот когда мы поехали уже на следующий год поступать в училище, он поступил. В общем, мы сейчас прервемся на короткую паузу. Но вот так, чтобы сделать такое маленькое резюмение без обид. То есть вы все играете на инструментах, на разных, собираетесь вместе. И все вместе играете у соседей. Знаете на чем? На нервах? А у нас нет соседей. Тогда все были поющие собаки. Да, у нас еще есть собаки. Об этом, кстати, вы расскажете сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Да. В гостях у программы «Утро на СТС» сегодня семья Вознюк. Доброго утра еще раз всем. Действительно, очень приятно находиться в компании таких талантливых людей. Именно талантливые люди, именно на них, наверное, держится все добро, которое есть в нашей жизни. О собаках вы начали рассказывать, поющих. То есть я так понимаю, что скоро в нашей студии запоют или заиграют на каком-то инструменте цветы. Потому что все, что соприкасается с вашей семьей, рано или поздно начинают играть на каких-то инструментах или петь. Что за собаки? Ну, это, наверное, в течение обстоятельств мы никого не учили, не тренировали. Я тогда занималась еще, по-моему, в лице Рахманинова. И, естественно, ежедневные занятия на фортепиано. И отразились и на моей собаке, которую я еще и назвала, к тому же, Бетуховен. Это был белый пудель, и это был гроза, а не пудель, честно говоря. И вот каждый день, когда я занималась, он у меня садился рядышком с фортепиано и начинал свои арии, которые были слышны и на улице. И, слава богу, благо мы не живем в многоэтажном доме. Ну да, собственно говоря, я представил себе, что значит быть вашим соседом. Либо как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот, наверное, либо вот такое совпадение. Дамы, кто вкуснее всех готовит из вас? Я понимаю, что вопрос очень провокационный, очень провокационный. Мы даже не хотим с ним соревноваться. Поставьте на весы и вы узнаете. Почему в нашей семье нет очень худеньких? Таких, как я. Я лучше всех ем. Вот, собственно говоря, мы решили подготовить еще одно маленькое такое испытание для вашей семьи. Говорят, что на кухне не уживаются две хозяйки. Ну, такое бытует мнение, да. Но мы попробуем в нашей студии сегодня так визуально изменить мнение на эту тему. Мы просим Александру сейчас пройти вот к этому панно. Вы можете микрофон оставить у нас. Надо идти. Пройти к панно, взять фломастер в руки. И не смотреть на нас какое-то время, отвернуться. Вы когда-нибудь готовили вот это? Не называйте только название. Ну да, конечно. Готовите, да? То есть вот наши телезрители тоже могут это увидеть. Главное, чтобы Александра это не видела. Вот это, да? Это схематично так мы изобразили. Не нужно называть. Прям сегодня это. Прям сегодня. Вот смогли бы ли вы, да, не называя ингредиентов, а просто как нечто геометрическое, геометрический рецепт данного блюда, объяснить вашей невестке? А она это постарается нарисовать на доске. Значит, Александра, оно круглое. Не смотрим, как Александра. Круглое. Давай, круглое. И любимое блюдо твоей дочери. Да. И оно любимое блюдо... Твоей дочери. И оно разрезается на треугольники. Объяснение, кстати, потрясающее, да. Треугольники. Все. Посередине можно нарисовать кружочки. Потом... Да, посередине. Можно нарисовать овал маленький такой, серенький, черненький. Какой очень. Не называй ингредиенты. А, я не называю. Так папа уже везет. Так. Мама, можно еще и... Так, Виолетта. И Виолетта без этого просто не представляет свой рацион. Свою жизнь. Можно еще, я подскажу, вот этот овал, его можно еще в один. Да, еще можно кружочек сделать вокруг. И так, да, косичка еще. Ну, только небольшой. Ну, да, небольшой. Кружочек. Ну... Вот такой? Да, 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 такой же, такой же, такой же. Вот так, вот такой. О, все, готово. Ну, Александра, что это за блюдо? Ну, я думаю... Если мы его разрезаем на треугольничке, что это? Разрезаем на треугольнике, это любимая блюдо моей дочке. Это пицца. Совершенно верно. Молодец. Все-таки две хозяйки уживаются на одной кухне, и это доказали нам прямо сейчас Ольга Вознюк и ее невестка Александра. Ну, что ж, у нас есть еще подарок, я так понимаю... Александр, присаживайтесь на диванчике. Ну, вы угадали, аплодисменты. Подсказка дочке сработала. Я так понимаю, что у нас есть еще подарок от самой юморной участницы нашего сегодняшнего интервью, да? Да, завтра у нас конкурс «Республиканский ярмарка мелодии». И она будет впервые участвовать в песне, которую она посвящает своему любимому папе. Мы с удовольствием послушаем ее. Просим, пожалуйста, выходите. После песни еще будет подарок от нас, а пока мы слушаем. А куда ее? Куда ее? Смотри. Милета, туда смотри, где лампочка красная. Как сказать тебе о главном папе? Какие подобрать слова? Чтоб рассказать тебе, как в мире детства пьет о сердце? Как от счастья кругом голова. Когда забудешь все дела, И за руку пойдем вдвоем. В нем просто детям не хватает слов Объяснить, как любим мы отцов. Каждой минуте рядом сердце радо. Ты со мной, папа. Навешу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой гордимся тобой. Я бегу к тебе на красный свет. Мне очень нужен твой совет. А то, что в жизни важно, ты все знаешь, понимаешь, да. Пока что мне немного лет. Тебя роднее в жизни нет. Ты самый дорогой, ты мой папа. Просто детям не хватает слов Объяснить, как любим мы отцов. Каждой минуте рядом сердце радо. Ты со мной, папа. Навешу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой гордимся тобой. Просто детям не хватает слов Объяснить, как любим мы отцов. Каждой минуте рядом сердце радо. Ты со мной, папа. Навешу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой гордимся тобой. На дышу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой гордимся тобой. Браво, браво. Брянечка, присаживайся, пожалуйста. Как говорится, беги к папе на ручки. Я хочу вас поблагодарить. Я хочу вам от нашей программы подарить кофе Яков за ваших добрых семейных завтраков. Пожелать вам долгих лет совместной, яркой, впечатляющей, впечатлительной семейной жизни и еще раз напомнить нашим телезрителям, кто сегодня был в гостях в программе «Утро на СТС». Ольга Вознюк, директор Дома русской музыки. Ее сын Леонид Вознюк, начальник президентского оркестра и дирижер президентского оркестра. Регина Скрипец, лауреат международных конкурсов. Супруга Леонида Александра Постолаки, артистка президентского оркестра и их потрясающая дочурка Виолетта, которая только что заставила всех пап, которые проснулись, даже немного пустить слезу. Ну, конечно, Регина не... она поет прямо в пианино, не в... Это очень важная информация. Ну что ж, спасибо большое. Действительно, самое главное, чтобы в доме каждого из нас хорошей была погода. Какую погоду обещают нам синоптики сегодня, Екатерина Васильева расскажет прямо сейчас. Увидимся совсем скоро снова в студии с Аней Дониченко.